Если у вас есть навигатор Garmin, то вы можете легко планировать свои путешествия при помощи компьютера. На конкретном примере я вам покажу, как это делается легко. Для этого у вас должна быть установлена на компьютере программа MapSource. Ее можно легко получить, если вы имеете безлимитную лицензию на обновление ваших карт. При обновлении карты программа устанавливается автоматически на ваш компьютер. Кроме MapSource, а также с навигатором Garmin работает программа BaseCam. В данном конкретном примере я буду использовать программу MapSource. Итак, конкретный пример. Мы собрались поехать в город Вену. И у нас есть уже даже выбранный, например, готель, в котором мы хотели бы остановиться. Например, вот, готель, даст, тигра. Вот у нас есть адрес. И для этого мы заходим в программу MapSource. Заходим в меню Найти. Нажимаем Найти. Нажимаем Места. Переходим в меню Адрес. Выбираем город Вена. Выбираем название улицы. Название улицы. Сейчас мы напишем название улицы. Выбираем клавиатуры. Тьефр Грабен. Тьефр Грабен. Вот это улица, которая нас интересует. Номер дома. Выбираем. Четырнадцать. Найти. Вот у нас нашелся адрес. Закрываем клавиатуру. Пишем. Сделать точкой. Сделать точкой. Значит, у нас эта точка будет на карте. Вот у нас эта точка появилась на нашей программе. Ну и программа Абсурс позволяет просматривать ваши данные в программе Google Планета Земля. Google Earth. Вот. Для этого мы заходим в меню Вид. Просмотр Google Earth. И вот наша точка, которую мы выбрали. Расположение этого объекта, куда вы хотели бы поехать. Переходим к программе Абсурс. Подключаем наш навигатор Garmin к компьютеру. Это делается легко и просто. На тыльной стороне. Ну, вообще, есть разъем USB. Подключение по USB. Ждем пока мы... Ну, у нас появилось сообщение, что навигатор подключен к компьютеру. Появился вот такой вот значок. В виде системного блока на мониторе. Дальше переходим к нашей программе МАбсурс. И есть у нас такое меню. Передать на устройство. Передать на устройство. Или передача. Отправить на устройство. Появляется вот такое меню. Вот. Наш навигатор определился. И в меню появилось. Передать маршрутные точки. Нажимаем кнопочку отправить. Данные успешно отправлены. Проверяем. Наш гармин. Отключаем от компьютера. Запускаем его. Происходит запуск навигации. Соглашаемся. И наша точка. Где она находится? Переходим в меню. Избранное. Все избранное. И у нас здесь много точек. И вот. Вот наша точка. Ту, которую мы искали. Для создания маршрута мы ее находим в меню. Еще раз показываю. Меню избранное. Все избранное. И вот у нас есть тут. Это наша точка. Для того, чтобы создать маршрут, мы нажимаем кнопочку старт. Ну так как мы находимся в помещении, у нас здесь индикация установления связи со спутником, но мы можем проимитировать навигацию, если мы перейдем в меню имитации GPS. Включить имитацию GPS. Ок. Куда? Ну, последний запрос у нас был. Грабен. Старт. Идет расчет маршрута. Маршрут наш рассчитался. Починайте рух за маршрутом. И вот у нас появилось. Ну, это в режиме имитации появляется это меню. Через 500 Метрио. Повернить праворуч. Наш маршрут создан. Чтобы посмотреть маршрут, вот на верхнее поле нажимаем. И здесь меню на карте. И можем посмотреть наш маршрут. Как он создался до нашей избранной точки. Здесь показано расстояние до точки назначения и время в пути. Повернить праворуч. Все, на этом все.